Почему вы это делаете? И добро пожаловать обратно на канал. Добро пожаловать на работу в Apache Disk. Итак, это то, чего я не предвидел, но это имеет больше смысла, как только вы поймете. Так что можете бесплатно поиграть в небольшую техническую демо-версию игры, действие которой разворачивается во вселенной Rapture, созданную Valve для сопровождения их Steam Deck, которая является своего рода релизом. Так вот, я не думаю, что мы сможем достать их здесь, в Австралии. А если и сможем, то это. Это. Это трудно, поэтому у меня его нет. И лично мне это не очень интересно, потому что у меня совершенно хороший компьютер. Я не очень люблю лежать в постели и играть в видеоигры, но каждый сам по себе. Выбирайте своих мальчиков, и у всех у нас есть свои пороки. Итак, мы собираемся взглянуть на это. Это. В нее нужно играть с помощью контроллера, чтобы вы могли играть в нее на ПК. Мы посмотрим, есть ли в этом ценность. Я слышал, что это может длиться всего час или что-то в этом роде, но опять же это так. Предполагается, что это будет своего рода запуск, бесплатное программное обеспечение компании для правой палмы. Так что для меня это все равно имеет смысл. Больше отверстия, больше-больше клапана, больше кровавого периода полураспада. Две вселенские штуки. Я, я абсолютно не против этого. Я вижу там Кейва Джонсона. Добро пожаловать в Центр научных компетенций Эпочи. На данный момент у них есть старые приятели, чтобы снова озвучить его. Я Кейв Джонсон. И если вы это слышите, то вы исключительный человек. Теперь не будьте застенчивым. Это правда. Нет, спасибо. Давайте начнем. Да, я уже хочу музыку. Посмотрите на все эти трубки. Да, простирающиеся вдалеке. Да. Каждый из них передает что-то важное гению, который собирается использовать это, чтобы навсегда изменить мир. Такой же гений, как и вы. Совсем как я. Как вы собираетесь изменить мир? Что же это зависит от вас? История запомнит то, что вы делаете здесь сегодня. Да, верно. Не позволяйте нам. И под нами я подразумеваю всех населения. Все человечество съело гигантский кусок. Иисус. Вы собираетесь принять участие в величайшем научном приключении, в величайшей компании прикладных наук на Земле. Это важно для работы. Ой, и вы привели мне просто гения, чтобы сделать это. Бог дал вам эти дары. Я даю вам возможность использовать их. Хорошо. Круто. Да, вот ваша лаборатория. Я не против рассказать вам. Мы здесь взволнованы. Посадка на Луну. Взволнован. Ньютон Эйнштейн. Подождите минутку. Вот как вы. Это неправильно. Алло. Я думаю, что вставил не ту кассету. Подождите. Удачи. Лучшая в мире наука. Хорошо, поехали. Вы в комбинезоне. Приступайте к работе, или вы уволены. Мне больше не нужен этот комбинезон. В любом случае, меня зовут Грейди. Вы можете называть меня так. Я имею в виду, давайте представимся позже. Вы действительно уже должны быть там. Честно говоря, я удивлен, что вас еще не уволили. В любом случае, вы. Инспектор по продуктам. Перед вами ваш инспекционный стол. Вы будете проводить инспекцию. Хорошо. Не говорит. В любом случае, что-то собирается спуститься с конвейерной ленты. Что бы это ни было, убедитесь. О, ничего себе. Посмотрите на это. Как только вы это сделаете. Дайте мне знать. Это круто. В любом случае, чем больше палок. Важно повеселиться в свободное время, прежде чем вы войдете. В остальном, это просто. Я не знаю. Это. Здесь очень плохо. Все в порядке. С вами, наверное, все в порядке. Хорошо, конечно. Хорошо. Что здесь происходит? Отдел тестирования и калибровки. Хорошо. Давайте наполним унитаз. Хорошо. Проверьте это под давлением. Да. Проверьте воду. Проверьте слив. Я посмотрю на этот пропуск. Хорошо. Хорошо. Я жду поворота. Да. Хорошо. Хорошо. О, еще один. Хорошо. Я чувствую здесь какую-то тему. Это. Это все. Я просто делаю это вечно. Хорошо. Я полностью согласен с этим. Пойдемте. Черт возьми. Я так и знал. Я убавил громкость. Подождите. Молния, удар. Вот как вы осматриваете туалет. Я надеюсь, вы обратили внимание, потому что я не повторяю ничего из этого дважды. Послушайте, это не ракетостроение. Это даже не наука о туалетах. Вот все, что вам нужно знать. Видите этот свет на стене? Этот свет загорается. Вы уволены. Удача на вашей стороне. Подождите. 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 Они все курили. Нет, только этот. Знаете что? Это не наша работа. Проверять, горит ли туалет. Верно. Нет. Ваше обычное дело, как обычно. Передвиньте это дальше по линии, и тогда это будет чья-то другая проблема. Да, сто. Вот так. Трудовая этика. Пойдемте. Вы думаете, что ваша работа плохая? Я имею в виду. Вы это слышите. Подождите. Позвольте мне взглянуть. Да, продолжайте проверять это. Не могли бы вы вытащить меня отсюда, пожалуйста. Я не знаю, как я могу. Я могу. Продолжайте нажимать на кнопки. О, это щекотно, потому что я думаю, что он только что кое в чем признался. Да, пулеметный туалет. О, боже мой. Я действительно плачу. Это секрет. Просто вернитесь и сделайте вид, что возвращаетесь к работе. Это должно выглядеть хорошо. Я имею в виду, просто притворяйтесь как можно лучше. Знаете что? Просто возвращайтесь к работе. На самом деле, да, это работает. Хорошо, я вернусь. Файл. О, что здесь происходит. Шесть месяцев спустя. Я... Я все еще тестирую туалеты. Проходите. Очень хорошо. О, привет, я вернулся. Да, я вернулся. Во-первых, вы отлично сделали вид, что откалибровали все эти 278 тысяч туалетов. Представляю. О, вот и мы. Нажмите. Вы должны нажать на кнопку. Нажимаю кнопку. Представляю. О, боже мой. Научная башня. Прокатитесь на нем. Это первая башня. Посмотрите на это. Да. И я даже не показал вам лучшую часть. Вот самая лучшая часть. Ну же, покажите мне. О, вот и мы. Стрельба. Но знаете что? Я имею в виду, вы определенно убьете себя, если он будет вот так на вас направлен. Так что позвольте мне просто повернуть все вспять. Да. Хорошо. Стреляйте еще раз. Не волнуйтесь. Это безопасно. Я имею в виду, на этот раз. На этот раз все в порядке. В прошлый раз этого не было. Вы просто умрете. Ух ты. Святые угодники. Чувак, это здорово. О, боже, башня сломалась. Это тоже было единственное. Но даже не беспокойтесь об этом. Потому что вот над чем я на самом деле работал. О, да. Хорошо. Это так хорошо. Да. Один месяц для первого, а потом типа пять для этого. Плохой мальчик. Да, посмотрите на это. И вы должны сфотографировать меня с этим. На столе должна быть встроенная камера, если вы хотите сделать снимок экрана. Хорошо. Хорошо. Хороший момент. Записано для всех учебников истории. Вы собираетесь прокатиться на нем. О, давайте пойдем. Позвольте мне перевернуть его. Хорошо. Обычно я бы рассказал вам обо всем. Но я думаю, вы все поняли. Давайте просто откроем все сразу и посмотрим, что произойдет. Да. Ух ты. Верно. О, это здорово. Эта штука так хорошо стреляет. Хорошо. Часть отвалилась. Продолжайте, однако. Хорошо. Что-нибудь еще, чтобы вы все еще могли стрелять. Даже не беспокойтесь об этом. Хорошо. Почему отваливаются кусочки? Хорошо. Нет, продолжайте стрелять. Вы этого не делаете. Это структурная инженерная проблема. Это за мой счет. Вы отлично справляетесь. Хорошо. Сойдите с ума. Держу пари, что это клей. Теперь я на 99% убежден в этом. Даже не посмотрел, когда я его покупал. Я помню, как смотрел на это так. Ах, крутите лишний доллар. Это просто вращается вокруг своей оси. О. Да, верно. Я думаю. Я думаю, у нас могут быть проблемы. Ух ты. Хорошо это. Итак, кое-что из того, что я там поставил, просто не сработало. Большинство из них, примерно 90%, даже выше. Может быть, но кое-что из этого сработало отлично. Да. Итак, все, что нам нужно сделать, это сохранить отличные вещи. И тогда мы. Тогда мы сможем. Итак. Хорошо, это полиция. Значит, одному из нас нужно усовершенствовать эту башню, верно. И один из нас должен взять вину на себя за стрельбу на складе, потому что они. Это большой ущерб. И они собираются разобраться в этом. Да, какая работа. Какую работу вы хотите. Как насчет того, чтобы я починил башню, а потом вы возьмете. Да, я сделаю это для себя, если кто-нибудь спросит. Вы меня не знаете. Хорошо. Ничего не говорите. О, это забавно. Хорошо. У меня все еще есть моя работа. Что происходит? Богомолы строят общество. О, боже мой. Исправительное учреждение Максима Кюри. У меня все еще есть мой стол для тестирования. Привет. Ну, я имею в виду, вау, вы лучший. Спасибо, что держите рот на замке и отсиживаете свое время. 18 месяцев спустя. Гораздо больше времени, чем мы оба ожидали. Я не знаю, что было в этих коробках. Мы взорвались, но они были. Ух ты. Они что, сошли с ума? Они сошли с ума. Я обещаю, что вы не пожалеете об этом. Теперь давайте вытащим вас отсюда. Хорошо. Что преступник добросовестно соблюдал правила заведения? Преступнику было предоставлено досрочное освобождение под надзором. Пожалуйста, распишитесь за свои вещи. Имущество заключенного выглядит следующим образом. Один заключенный должен назвать свое имя, напечатать свое имя, а затем подписать свое имя. О, да. Хорошо, круто. После гудка. Имя заключенного теперь сохранено для записи как Гронк. О, это жутко. Хорошо. Двигаемся дальше. Используйте клавиатуру, чтобы печатать. Хорошо. Конечно. Хорошо. Двигаемся дальше. Подпишите. Хорошо. Используйте мышь, чтобы подписать. Квадрат для квадратной головы Гронко. Сделано как условие супервайзера. Досрочное освобождение. Условно-досрочное освобождение. И сообщение о смерти в течение 15 дней. Что это такое? Не слушайте ее. Вам придется побеспокоиться о том, чтобы сообщить своему офицеру по условно-досрочному освобождению. Угадайте, кто провел последние 18 месяцев, получая лицензию агента по испытательному сроку по почте. Да, вы и я. Это верно. Я ваш офицер по условно-досрочному освобождению. Я не знаю, что с этим делать. Я сейчас управлял примерно семью парнями, освобожденными условно-досрочно. Но они в основном реинтегрированы обратно в общество. Ну, не Тони. Он немного борется. В любом случае, это все, что я делал. Я должен вам кое-что показать. Давайте убираться отсюда. Никогда не поздно встретиться. Вы оба можете идти, мальчики. Подождите. О, принесите свой стол. Он тоже был заперт. Лучше принесите мой диск. Я пытаюсь. Я пытаюсь принести свой диск. Хорошо. Да. Это так круто. Я модернизировал башню, пока вас не было. Представляю третью отметку. Посмотрите на это. Поэтому я избавился от всех отвалившихся деталей и просто сохранил то, что работало. Значит, это те же самые пирожки с самого начала. Чрезмерно спроектированный. Итак, теперь он делает только одно. Стреляет. Да. Ему не нужна была спутниковая антенна, которая была просто глупой. Вот, примерил эти приборы. Я обнаружил, что они просто валялись в отделе исследований предметов домашнего обихода в запертой комнате. Да, конечно. Пойдемте. Могу я это изменить? Варианты. Переверните. Почему? Мне нравится эта татуировка на вашей палубе. Вы сделали это сами. Это похоже на дракона, держащего нож. Это мило. Чем больше я смотрю на татуировку, тем больше я думаю, что у нас обоих должны быть татуировки. Этот парень великолепен. Посмотрите на население. И мы друзья. Трудный поступок, чтобы последовать за Глодосом, и у нас есть точно такой же. Примерно как робот, выходящий из моей головы сбоку. И он держит гаечный ключ. Итак, у вас в ноже дракон, а у меня похожий. Может быть, чувак, это было бы так круто. О, кстати, о том, чтобы быть крутым. У меня есть кое-что еще получше, чтобы показать вам. Гироскопический. Я не знаю, сработает ли это с моим контроллером. Просто возьмите стол, наклоните его, чтобы прицелиться. И держите большой палец на правой рукоятке. И вы стреляете с правого спускового крючка, как обычно. Продолжайте, попробуйте. Хорошо, поднимите стол. Вы считаете? Это действительно легко. Просто возьмите стол, наклоните его, чтобы прицелиться. И держите большой палец на больших пальцах правой руки. Поднимите тарелку с помощью правильного спускового крючка, как обычно. Продолжайте, попробуйте. Хорошо, это не так. Этого не произойдет. Сколько стоила татуировка, которую вы сделали себе? У вас были подходящие инструменты. Вообще-то. Вот я и удивляюсь. Это может быть минг. Типа, хорошо, вы пытаетесь произнести слово яблоко. Но это вы прыгаете. Или это может быть контроллер от жала. Вы понимаете, что я имею в виду. Например, что? У него может быть гироскоп, вы знаете. Так вы смотрите на это так, что он пытается сказать. Он человек внутри? Или в нем что-то вроде скелета, запертого в ловушке? Скелет. Ловушка. Вы знаете, что? Я решил. Это тот, кто мне нужен. Так что, когда у нас выдастся свободная минутка, я найду булавку, и мы сможем разогреть эту жизнь. Звучит неплохо. Все проверяется. Звучит здорово. Эта штука совершенно. Я думаю, нам здесь хорошо. Да. Итак, я приберегал лучшее напоследок, пока вы были в тюрьме. Я договорился о встрече, чтобы показать нашу башню Кейву Джонсону. О, как мило. Владелец компании. Да, большой человек. Никакого давления. Но если ему это понравится, он сделает нас богатыми навсегда. Вы готовы? Пойдемте. Нет. Хорошо. Черт возьми, никакого давления. Покажите нам людей-богомолов. Что здесь происходит? Они создали своего рода сингулярность. Черт возьми, они были заняты. О, вот и мы. Поехали. Что вы собираетесь делать со своей долей денег? Верно. Инвестируйте в туалеты. Вы знаете, что я собираюсь сделать? Это выплатить деньги, которые я занял, чтобы сделать эту башню. Да. Мол, сразу расплатился. Или я буду. Я имею в виду, что у меня будут настоящие неприятности. Плюс большой, я тоже должен заплатить. Имеет ли для вас смысл, что Вик это больше, чем то, что я позаимствовал в первом месте? Вы знаете, это не похоже на это. Это странно. Кто-нибудь, возьмите управление на себя. Подождите. Что он делает с сохранением? О, что происходит. Это одно из растений, которые я украл из магазина товаров для дома. О, у него есть пистолет. Это засада. Это засада, чувак. Он получил турель. Хорошо. Хорошо, что я захватил с собой пару копий. Хорошо. Я борюсь с приборами, которые отбивают квартиру. Как они узнали об этом? Я не могу в это поверить. Они украли нашу идею. И теперь они собираются убить нас с ее помощью. Я клянусь, чувак. Они идут. Так вы получаете, типа, батончик здоровья или что-то в этом роде? Нет. Остерегайтесь засады. Я действительно думаю, что они будут приходить, по сути, вечно. В основном навсегда. Это мило. Это. Это заставило меня рассмеяться, чувак. Предметы домашнего обихода, чувак. Вы можете в это поверить. Эти ребята такие тупицы, что мы им когда-нибудь сделали. Вы украли у них. Никогда не воруйте из предметов домашнего обихода. Хорошо. Этот выглядит суфием. О, это было так. Что это? Там сзади какой-то переключатель. Я уже нашел это. Эй, ублюдок. Пропустите его. Я снова запустил лифт, и у нас есть еще 80 этажей, прежде чем мы доберемся до пещеры. Мы не переживем 80 засад подряд. Нет, на вашем столе должно быть несколько кнопок с нижней стороны. Запустите ракеты, которые были встроены в стол. Они нанесли это на свой штандарт. Сейчас по соображениям безопасности. Если вам нужны все четыре кнопки сразу, это должно очень быстро поднять нас на все восемь уровней. Да, а затем поднялся на этаж кабинета Кейва. Хорошо, конечно. Очень быстро нажмите все четыре кнопки. Мне приходит в голову, что у этой автоматической смерти нет крыши над головой. Пойдемте. Этот парень послал меня. Да, верно. Я думаю, мы сейчас в офисе. Хорошо. Действительно хорошая работа. Хорошая стрельба. Я думаю, что отсюда у нас все хорошо. Они, вероятно, сдались. Я уже сдался. Хорошо. Давайте покажем эту штуку Кейву. Да, звучит неплохо. У меня есть одно краткое признание. На самом деле я не записывался на прием к Кейву Джонсону. Я солгал об этом, но оказалось, что я этого не знал. Оказывается, его никто не видел уже много лет. Я действительно знал это, когда солгал вам о нашей встрече. Но это все еще была довольно новая информация. В любом случае, я больше не буду вам лгать, хорошо? Я думаю, что сейчас он может стать миллионером-отшельником, так что будьте готовы к этому. Там может быть много банок. Да, хорошо. Здравствуйте, мистер Джонсон. О! Давайте войдем. Давайте просто войдем. Это похоже на разумного Джонсона. Вы здесь? Что? Хорошо. Привет. Это я, Гейб Джонсон. О, хорошо. Вы теперь гигантский камень. Нет, не за гигантской головой. Я гигантская голова. Хорошо. Я собираюсь быть с вами откровенным. Несколько лет назад у меня было очень больное тело, пронизанное болезнью. Я проиграл каждый доллар, который у меня был на это. Сказал этим яйцеголовым. Эй, яйцеголовые заставляют меня жить вечно. Прямо сейчас я знаю, о чем вы думаете. Вы дали самым умным инженерам честь получить пустой чек, чтобы сделать вас бессмертными. Да? И вот что они придумали. Гигантская голова. На милю. Нет. Они придумали, как поместить мое сознание в компьютер. Вот что находится в гигантской голове. Их первый план состоял в том, чтобы поместить меня в обычный компьютер размером с мозг. Затем они поместили это в тело робота. Эй, вуаля. Но, оказывается, вы не можете вместить весь человеческий разум в такой маленький компьютер, верно? Все, что я мог сделать, это определить время и узнать, как меня зовут. Значит, они становятся больше. Им придется втиснуть в эту штуку все до последней частички меня. Что случилось с моим роботизированным телом? Все еще где-то под головой все раздавлено. Не выдержал такого веса. Итак, ребята из лаборатории поместили меня в большую голову. Включили меня. И я не знаю, я запаниковал. Убил нескольких из них. Сказал, что я убью еще больше, если они когда-нибудь вернутся. Честно говоря, я сожалею об этом сейчас, как это было 4 года назад. С тех пор я пытаюсь привлечь чье-нибудь внимание. Да, верно. Поднимите их задницы сюда и прекратите мои страдания. Теперь не беспокойтесь обо мне. Это была полноценная жизнь. Но мы здесь закончили. Я готов к следующему шагу. Черт возьми, я в восторге от этого. Да, верно. Даже не думайте, что это убьет меня. Вы вытаскиваете меня из тюрьмы. Я просто данные. Теперь мне нужно, чтобы вы раскололи эту большую глиняную головку, чтобы я мог выплеснуться во вселенную. Да, верно. Так что же у вас, двух яйцеголовых, есть. Вам повезло. На самом деле мы пришли сюда, чтобы показать вам наше новое изобретение. Хорошая штука. Давайте посмотрим на это. Покажите, партнер. Я думаю, мы его застрелим. О, это сработает. Я буду честен. Я думал, вы слишком сумасшедшие. Кто притащил сюда туалет? Он называет нас геносами? О боже. Так это наследие Кейва Джонсона. Знаете, из чего вы сделаны? Металл, сэр. Так стреляйте в металл. Это работает. Это работает. Отлично, сэр. Не похоже, что это работает. О, нет. Эй, вы это видите? Я думаю, что это и есть этот источник питания. Да. Вы думаете, это сработает? Поехали. Отключаю Великое Запредельное. Это такой крутой поворот. Вы знаете, я создал закон для Вселенной. Одно адское изобретение. Вы сделали это. Вы придумали, как положить конец моим страданиям. Хорошо. Страдания закончились через три. Два. Хорошо. Активировано резервное питание. Первый город. Кэти, продолжайте. Вы оба уволены. Мне понадобятся ваши карточки-ключи. Просто положите их перед головой, не слишком близко к подбородку, иначе я не смогу его видеть. О! Увидимся. Знаете что? Мне только что пришло в голову, что единственный человек, который знает, что Кейт Джонсон попросил нас убить его, теперь мертв. Кейт Джонсон попросил нас убить его, теперь мертвый. Да. Вы знаете, каково наказание за убийство. Они сказали нам, и офицерская школа драки. Вам это не понравится. Это жизнь. Вся ваша жизнь в тюрьме. Да, мы должны. Да, мы. Мы должны уйти. Ничего не трогайте и принесите стол. О, нет. Мы разрушили их общество. Мы разбили его головой. Несколько месяцев спустя. Давайте просто продолжим тестирование. Доброе утро, Чарли. Это я, Гэри. Гэри, ваш босс. Продолжайте осматривать эти туалеты. Хорошая работа с усами. Хорошо. Привет, это всего лишь я. Отлично. Да, вот так. Как и вчера, это здорово. Я не знаю, почему мы не использовали доказательства штата против этих ростовщиков в первую очередь. Мы не обязаны возвращать какие-либо деньги. У нас появились новые классные имена. Кстати, мне очень нравится ваш. Вы знаете, я думаю об этом. Вы думаете, что они перевезут нас в другой штат, или дадут нам новую работу, или что-то в этом роде. У него есть татуировка. Совершенно верно. Скелет. Наши первые имена. Ах, знаете что. Они все равно знают, что делают. Увидимся завтра, Чарли. Верно. Да. Очень хорошо. Это все дело. О, это еще что-то. Это было круто. Я не знаю. Есть еще кое-что. Может быть, просто посмотрите на это через... О, у него есть особенность. Он поет. Хорошо, это странно. О. О. Итак, они делали подобные вещи на предыдущих порталах, вы знаете, сочиняли песни и заставляли кровавых роботов пить. На самом деле мне наплевать на все это. Для меня это что-то вроде хора. О, круто. Я думаю, мы можем просто оставить это в покое. Хорошо, ну вот и все. Работа с диском. Вы можете проверить это сами. Похоже, это займет всего полчаса. Но это круто. Это отличная штука, сопровождать паровой член. Всегда приятно увидеть немного больше знаний во вселенной Half-Life. Вы знаете, я знаю, что они, вероятно, не собираются создавать дерево эпизодов Half-Life. Но чтобы это не делало, мне это нравится. Это действительно заставило меня рассмеяться. И я собираюсь избавиться от этой дурацкой чертовой музыкальной штуки, пока она не свела меня с ума. Хорошо, команда, еще раз большое спасибо за то, что присоединились ко мне. Просто оставьте это там на некоторое время. И я поймаю вас, ребята, на следующем. Субтитры сделал DimaTorzok